Дорогие друзья, у микрофона Чик Чоча и сейчас я расскажу вам о фильме Слендермен. Представьте человека с ростом Валуева, телосложением Галкина и одеждой заурядного офисного планктона. Страшно? Еще как! Рожденный одним прищавым гиком в далеком 2009 году, образ таинственного, тощего, паранормального человека без лица Слендермена дал идею не только для страшных байк у костра, но и для компьютерных игр и кино. По сюжету этой леденящей душу картины, четыре девчушки-подружки одним скучным вечером за бокальчиком крепких напитков решают посетить сайт, посвященный этому самому Слендермену, типа городскиелегенды.ком или мистическиестрашилки.ру И посмотрев на этом сайте артхаусный видеоролик о скрипящих ветках деревьев до эпилептически мигающих знаках, начинают что-то слышать и видеть, что-то зовущее их, что-то темное и наблюдающее за ними. Дальше больше. Одна подруга внезапно теряется где-то меж елочек в лесу. И подружки-милашки понимают, что вляпались во что-то дурно пахнущее. Начавшись довольно скудно и монотонно, фильм набирает обороты к середине и выдает довольно неплохие криповые моменты. Было даже такое, что я в кресло вжался, что есть мочи и был готов загорать, как дворовый кошак Васька в начале мая. Фильм меня местами хорошо пугал и понравился своим видением того, как человек сходит с ума из-за воздействия Слендермена на черепную коробку. Тем не менее, ужастик получился очень уж бюджетненьким и скудным не только на визуальное составляющее, но и на сам сюжет. Криповые скримеры напугают кого угодно, а вот зацепить зрителя историей и заставить в нее верить – это другое. Слендерман не смог. Декорации в картине очень однотипные. Либо комнаты в домах, в которых явно поскупились купить лампочек, либо непроглядно темный лес с криповым треском веточек да криком совы вдалеке. Ну а сюжет и вовсе заезженный, и ко всему прочему совсем не рассказывает о том, ху из Слендер и батафак он забирает людей к себе в лес. Вообще, официальной версии его происхождения нет. Кто он, откуда приехал и кем был когда-то – неизвестно. Но фанатских теорий хоть поварешкой жри. Для полной картины можно было и дать зрителю более полное понимание эдакого бэкграунда. Именно за это я и леплю на лоб Слендермену 6 баллов. Очень много минусов и лишь пару криповых моментов делают из фильма твердый проходняк. Ну, я как мог рассказал, а вы уж там сами думайте. Главное помните, если вдруг вам захочется узнать, что можно глянуть на большом экране, заходите на информационный портал CitySach в раздел афиша. Спасибо за просмотр, друзья. У микрофона был Чик Чача. Увидимся в кинотеатре.